Дорогие жители и гости курорта Сочи, температура воды 25 градусов. Набережная в Адлере на пляже, как и в лучшие советские времена, яблоку негде упасть. Кто-то устроился прямо на гальке, кто-то на полотенце, а кто-то решил гулять так гулять и обзавелся жезлонгом. Арендаторы прибрежных территорий имеют право предоставлять посетителям дополнительные услуги за деньги. Но базовые потребности отдыхающих должны удовлетворяться бесплатно, подчеркнул глава Сочи Анатолий Пахомов. Туалеты везде и на пляже, и в ресторане, и в кафе должны быть бесплатными. Как и душевые с раздевалками, вот только это требование городских властей далеко не все поспешили исполнить. Точнее, как только к тому или иному туалету приближался мэр, он тут же становился бесплатным. Тем временем туристы утверждали обратное. Глава курорта потребовал наказать тех, кто взимает плату с отдыхающих. Но такая предприимчивость со стороны местных бизнесменов, как выяснило, все же не испортила впечатление гостей о Сочи. В прошлом году здесь отдыхала. С каждым годом лучше, лучше и лучше. Очень хорошо набережные, очень хорошо сделаны. Во-первых, хорошо дежурят. Во-первых, потому что курить никто не курит. Безопасно, да, это конечно. Главная задача – безопасность. Никто не пьет. Все очень красиво, все очень здорово. А главное – безопасно. Набережную действительно регулярно патрулируют полицейские и казаки. А потому на пляжах тишь да гладь. Правда, руководители некоторых объектов, стремясь обеспечить безопасность отдыхающих, явно переусердствовали. Санаторий «Южное взморье» преградил путь отдыхающим металлодетекторами. Проход и так узкий, а тут еще и дополнительные препятствия. Это место общественного пользования, то есть муниципальное. Нам рамка здесь не нужна. Долгое время проход здесь был и вовсе закрыт. По обе стороны «Южного взморья» стояли заборы, которые делили Адлерскую набережную. На две части не давали отдыхающим возможности совершить длительный морской променад. Но городские власти смогли разрешить эту ситуацию в их пользу. В судебном порядке установили серветут. Заборы в конечном счете исчезли, но на их месте появились рамки. На каких основаниях? Ответ от охраны мы так и не получили. Девушка, без комментариев сказали, что ничего не будет говорить. Комментарии от охранников санатория уже получали уполномоченные НАТО органы. По поручению главы Сочи на место прибыли юристы и составили акты о нарушении публичного серветута. Материалы будут направлены в службу судебных приставов для принятия соответствующих мер.